Дети-смайлики. Под таким солнечным названием скрывается коварное генетическое заболевание, которое поражает двигательные нейроны мозга, в результате чего ослабевают мышцы, и ребёнок не может ходить, говорить и даже дышать. К сожалению, с таким заболеванием столкнулся и Артём Сармашов. Мальчику поставили страшный диагноз – спинально-мышечная атрофия второго типа. Но выход есть – всего один укол, который способен мгновенно изменить жизнь. Однако стоимость лекарства – 171 миллион рублей. Конечно, самая главная наша цель – это препарат Зелгенсма, который колется единократно. Это единственный в мире препарат генной терапии, который сможет помочь. Он колется по американским стандартам до двух лет. Сейчас нам полтора года, и у нас осталось, грубо говоря, пять месяцев, чтобы закрыть сбор. Огромную сумму – это 160 миллионов. И делаем всё, что возможно, чтобы спасти сына. Сейчас семья собрала 8,5 миллионов рублей. Но времени, чтобы получить остальную сумму, у Артёма осталось совсем немного – около пяти месяцев. Казалось бы, такие деньги собрать невозможно, но почти месяц назад появилось движение помощи больным детям. Звезда на ладошке. Основатели движения, режиссёры, продюсеры из Москвы. Через соцсети они связались с родителями Артёма и сегодня прилетели домой к мальчику, чтобы поддержать и приободрить. У нас их очень много, и мы должны быть такой, ну, сетью. Тогда мы сможем, наверное, это, ну, попробуем объять, ну, всё-таки объятное. Вот, поэтому все, кто хочет помочь Артёмке, пожалуйста, переходите на его страничку, вот, посмотрите наш эфир обязательно и переведите посильную какую-то, посильную помощь. Мы вам будем очень-очень благодарны, потому что чем раньше вот этот вот очаровашка получит лечение, тем будет лучше. Поэтому, пожалуйста, вы смотрите, какой. Каждый день умирают нейроны, понимаете? Каждый день ребёнок откатывается назад-назад. И то, что вот сейчас он умеет, Артём, например, да, там, брать что-то. Это ему надо сейчас ставить. Через две недели он может уже потерять эти навыки. И они не возобновляются. Они не вновляют даже этим волшебным уколом, они не смогут восстановиться, то, что если нейроны умрут. И второй момент – правильная реабилитация, конечно. Потому что золгенсматом или поддерживающая терапия – это тоже не панацея. То есть ребёнок должен проходить правильную реабилитацию. Это массажи, это ортопеды и так далее, и так далее, и так далее. И этого нету, потому что у нас нету специалистов, у нас нету центров. И наш фонд как раз хочет, в общем-то, и в Волгоградской области, и по всем регионам создать некие центры, где будут специалисты, где будут обучать медиков, где будет социальная какая-то история для деток, профориентация, например, для детей. Затем основатели движения «Звезда» на ладошке поехали на пресс-конференцию, где обсудили проблематику заболевания спинально-мышечной атрофией. Это заболевание очень редкое, но детей, которые с ним столкнулись, нельзя оставлять без помощи. Так случилось и с маленьким Ильёй Шаховым, которому тоже нужен самый дорогой в мире укол. До того момента, как мы попали в реанимацию, мы знали, что к нам приедут, нам помогают. Но сейчас, в данный момент, в таких условиях, я жду только, что мой ребёнок будет держаться. Я, естественно, желаю, чтобы нам, не знаю, какой-нибудь волшебник принёс этот укол Золгин Сма, который, ну, мог бы... Сейчас. Времени в запасе у семьи крайне мало. Медики констатируют, что болезнь только прогрессирует, а значит, эффективность лечения падает с каждым днём. Сумма сборов фантастическая, но чудеса случаются. И каждый из нас в несколько кликов по смартфону сможет стать тем волшебником, о котором мечтают дети. Наталья Малкина, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1». Детализацией.